Борьба за чистоту окружающей среды. Мировая тенденция. Коснулась она и транспорта. Например, на самолеты теперь ставят двигатели, которые эффективнее расходуют керосин, то есть меньше загрязняют воздух. А флотский мазут и дизель, на котором ходят суда, инженеры предлагают заменить на альтернативное топливо сжиженный природный газ. Из ископаемого топлива, это, наверное, самый экологичный вид топлива. Количество оксидов азота меньше процентов на 85. Ну и главное, нету практически серы. В России уже умеют строить корабли, работающие на таком топливе. Первое в стране пассажирское судно на сжиженном природном газе выпустили на заводе в Зеленодольске. Чайка задумывалась как прогулочный теплоход. Например, на этих кадрах она везет туристов по ночной реке Казанки. А здесь уже петербургские чайки встречают стальную тезку в водах Невы. Капитан Роман Лизалин управляет судном второй год. Говорит, что новые технологии позволяют и экономить. Расход газового топлива, оно ничуть не выше, а где-то и меньше, чем дизельного. Ну и самое главное, его стоимость, естественно, в разы дешевле, чем топливо дизельное. Сжиженный природный газ – это так называемое криогенное, то есть сильно охлажденное топливо. Вместо обычных баков здесь гигантские термосы. Жидкий газ, выходя из емкости при температуре минус 163 градуса, охлаждает трубу настолько, что влажность окружающей среды превращается в лед и в снег. Сейчас на борту около 8 тысяч кубометров газа, но занято им меньше 14 кубометров пространства. Чистая физика. В этом смысле он напоминает знакомый всем жидкий азот. Вот у нас тут есть 1 литр, температура почти минус 200 градусов. Согреваясь и испаряясь, он превращается в довольно большое облако. Один литр жидкости в итоге даст почти 700 литров газообразного азота. То же самое с природным газом. При охлаждении и переходе в жидкое состояние он уменьшается в объеме в 600 раз. А это пока единственная в России плавающая заправка со сжиженным газом. Бункеровщик Газпромнефти Дмитрий Менделеев. Он может перевозить в криогенных емкостях почти 6000 кубометров топлива в сжиженном виде. Для поддержания этого агрегатного состояния используется самый простой способ. Естественное свойство жидкостей, испаряемость, понижает температуру. И получающийся газ, конечно, не выпускают без дела в атмосферу. Мы просто на нем ездим и вырабатываем электроэнергию для наших внутренних нужд. Судя по всему, газомоторных кораблей будет становиться все больше. Эксперты ожидают, что скоро спрос на сжиженный природный газ составит от 10 до 40 миллионов тонн в год. И это будет хорошо и для экономики, и для природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова